Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Второзаконие». Сегодня мы будем читать 33 главу этой книги. Здесь даются благословения Моисея 12 племенам Израиля, то, что он изрек перед своей кончиной. «Вот благословения, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью Своею». Эти благословения напоминают благословение патриарха Иакова, которое он произносил перед смертью, обращая их к своим детям. Но здесь благословение Моисея. Он сказал, «Господь пришел от Синая, открылся им от Сейра, высиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона. Истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам, Моисей, наследие обществу Иакову». Мы эту тему в начале беседы на второзаконе рассматривали. Казалось бы, наследством должно быть там или золото, или серебро. Но Моисей оставил более ценное наследие. Общество сынов Иакова – это заповеди Божьи. И вот мы, имея детей, должны копить для них наследство, чтобы преподать им закон Божий. То есть сами будем копить знания о законе Божьем, чтобы потом, по мере возрастания наших детей, им передавать это наследие. Это важнее дачи, квартиры, машины и чего-то еще. Закон дал нам, Моисей, наследие обществу Иакову, то есть наследие, которое передается от отца к сыну, от отца к сыну и так далее. И он был царь Израиля. То есть Моисей имел статус Малеха, царя. Когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми. «Да живет Рувим, и да не умирает, и Симеон, да не будет малочисленен». Это благословение Моисея каждому колену. «Но об Июде сказал Сия, «Услыши, Господи, глаз Июды, и приведи его к народу его руками своими, да защитит он себя, и ты будь помощником против врагов его». Июда – это царственное колено. Поэтому они должны защищать всех, цари. А Рувим, о котором мы прочитали, да не умирает. Рувим был блудник. Блудник грешит против собственного потомства. Любой грех, как сказано в Библии, делается вне тела, а блудник грешит против собственного тела. «И Олевия сказал, «Тумим твой, и урим твой». То есть истолкование принадлежит священникам. Урим и тумим – это возможность связываться с Богом. «На святом муже твоем, на первосвященнике, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы». Здесь, может быть, двойственное объяснение. Моисей тоже принадлежит колену Левина, и, возможно, здесь говорится о Моисее. «Который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты слова твои хранят, и завет твой соблюдают». О чем это? О том, что Левит не послушает ни сына, ни брата, ни мать, никого. Для него Слово Божие превыше всего. «Слова твои хранит, и завет твой соблюдают, учат законам твоим Якова». Яков – это все потомство Якова, все колено. «И заповедям твоим Израиля». Израиль – это духовное имя Якова. «Возлагают курение пред лицо твое, кождение, и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его, и одели рук его». Это благословение всех священников. «И одели рук его, благоволи, порази чресла восстающих на него». То есть все, которые восстают на священство, осуждают священство. Господь поразит их. «Порази чресла, восстающих на него, на Левия, и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». Далее о Вениамине. «О Вениамине сказал, возлюбленный Господом обитает у него». То есть Вениамин обитает как бы у него, у самого Господа. «Безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его». То есть Господь как бы носит его на своих плечах. «Об Иосифе сказал, да благословит Господь землю его, вожделенными дарами неба росою». Вот это как раз пророческое откровение. Дары неба – это роса, прежде всего. Вот это небесное. «И дарами бездны, лежащей внизу». Это сокровенные тайны. «Вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны», то есть тайны, которые превосходят земной уровень. «Превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее благословение явившегося в Терновом кусте, явившегося Моисею, да придет на главу Иосифа», хотя Иосиф жил до Моисея. «На теме наилучшего из братьев своих крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола, ими избодает он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи монассины». То есть мощь кроется в тех духовных знаниях, которые даются. А Завулони сказал, «Веселись, Завулон, о путях своих и Сахарь в шатрах твоих. Созывают они народы на гору, там заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке». То есть они будут селиться вдоль морского берега. Агадий сказал, «Благословен распространивший гада, он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу, и голову. Он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа, и исполнил правду Господа и суды с Израилем». Каждому особое благословение. А Дани. Дан – это сложное колено. А Дани сказал, «Дан – молодой лев, который выбегает из Васана». Да, Самсон, судья был из колена Данова, и он был как лев против филистимлян. Но Дан – это и Антихрист. Антихрист произойдет от этого колена, а о дьяволе сказано, что он как рыкающий лев ходит, ища кого поглотить. Поэтому здесь может быть двойственное столкование, но допускается. О Нефалиме сказал, «Нефалим насыщен благоволением и исполнен благословение Господа, море и юг во владение его». Об Асире сказал, «Благословен между сынами Асир». Ну, само имя означает благословение. «Он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою». Вот, кстати, на основании этого евреи знали с древних времен удел Асира. Уже в современном Израиле, в XX веке, они искали нефть в уделе Асира. Потому что сказано, «И окунет в елей ногу свою». И они буквально искали вот на этих землях израилетяне, пока не нашли. «Железо и медь, запоры твои», потому что тут граница рядом, юг, «как дни твои, а будет умножаться богатство твое. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными». Он прогонит врагов от лица твоего и скажет, «Истребляй». Израиль живет безопасно. Один око Иакова видит перед собой землю, обильную хлебом, вином, и небеса его каплют росу». Вот о чем здесь сказано. То есть верующие живут безопасно, но они одни, весь мир противоположен им. Весь мир. И благодаря вот того, что с неба капля троса, то есть Бог не оставляет верующих, в нашем случае христиан, познанием о Боге. «Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, Господь, щит, охраняющий нас, иметь славы твоей, враги твои, раболепствуют тебя, и ты попираешь вы их». Христианский народ – это Новый Израиль. И колено Нового Израиля – это поместные церкви, которые размножились со временем и о единстве которых надо молиться. Ибо задача дьявола – рассеять нас, как пшеницу, чтобы мы, один верующий, не обращал внимания на другого верующего, презирали бы друг друга и пребывали в спорах и разномыслии. Да не будет так.